Чтобы сэкономить время, я не буду представлять профессора Черниговскую снова. Скажу лишь, что у нее очень широкие интересы. Я представил ее как специалиста по нейролингвистике, но из названия ее доклада видно, что она затрагивает даже вопросы квантовой физики. И тема, которую вы затрагивали за обедом, сотрудничество квантовой физики и нейронауки, также входит в сферу ее интересов. Большое спасибо. Я легкомысленно, поэтому захожу на опасную территорию. Но я просмотрела много часов дискуссий, организованных Институтом ум и жизнь. Я в курсе того, что уже обсуждали на подобных встречах. И когда я думала о том, чему посвятить свой доклад, я была в замешательстве. Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать историю, но есть замечательные русские мыслители, о которых хотелось бы рассказать. Я решила совместить разные темы и представить вам некоторых замечательных людей, чтобы показать, что наука в России появилась не год назад. Кстати, наши три доклада перекликаются во многих местах, что вполне естественно, хотя мы не знали этого, но так случилось само собой. Итак, начнем с котов, которые живут в квантовом мире, как и все мы, между прочим. Не надо наивно думать, что квантовый мир находится где-то еще. Он здесь и даже внутри нас. Мы квантовые объекты. Кот Шрёдингера, как вам всем известно, не буду читать слайд, чтобы сэкономить время. Основная идея в том, что кот одновременно жив и мертв. И понять, жив он или мертв, можно только заглянув в ящик. А если говорить серьезно, когда появляется наблюдатель. Я думаю, что это крайне важно, потому что классическая наука полагает, что ученый находится где-то еще, в то время как перед ним разворачивается театр мира. Он не участник, а это не соответствует истине. Когда началась квантовая авантюра, нам было сказано, что квантовые феномены принадлежат миру мельчайших частиц. Мы же находимся в другом мире, поэтому нас, происходящее в квантовом мире, не касается. Это тоже неправда. На карикатуре, которую вы видите на слайде, изображен другой кот, о существовании которого мы знаем только по его улыбке. Этот кот появился перед Алисой во время ее путешествия в Стране чудес. Это чеширский кот. Здесь он же – кот Шрёдингера. Улыбка, представляющая всего кота, находится в ящике. И мы не знаем, что в этом ящике, пока не откроем его. Нильс Борр, как и его друзья и враги, утверждал, что наблюдатель – это часть научной парадигмы. Это означает, скажем, своими словами, что данные зависят и от нашей психики. Данные зависят от того, кто рассматривает их, анализирует их. Они не нейтральны. Данные нельзя назвать независимыми от теории и даже от наших эмоций. Эйнштейн, которого я тоже очень люблю, писал, что вера в существование внешнего мира, независимая от воспринимающего объекта, основа всех естественных наук. Но он же… Недавно я прочитала, не знаю зачем, множество его писем и записей. Просто стало интересно. Так вот, он же писал, «Тело и душа не есть нечто различное, это лишь два способа восприятия одного и того же». Очень странно слышать такое от физика. И далее он приближается к проблеме психофизического параллелизма. Аналогично, физика и психология – лишь разные попытки связать вместе наш опыт посредством систематического мышления. Где находится систематическое мышление? Оно не вовне, оно у нас в голове. Кстати, мой вопрос ко всем докладчикам, я понимаю, что на него мне не дадут ответа, в чем разница между сознанием и умом? Я полагаю, ответ на этот вопрос могут дать именно буддийские монахи. Но наука молчит, потому что это лингвистические хитрости. Никто не в состоянии хорошо сформулировать, что такое сознание или ум. Это тайна. Далее, ваше святейшество, идут люди, которые ставили вопросы, некоторые из них мои. Антон Цейлингер как-то воскликнул, почему мир такой странный? Восклицательный знак. Ученые им почти никогда не пользуются. Итак, макромир стабильный. В нем есть камни, столы, стаканы. А в микромире мы не знаем, что существует в микромире. Его объекты здесь или там, или нигде, или одновременно здесь и там, что недоступно нашему пониманию. Как я уже говорила, мы, наблюдатели, тоже квантовые феномены. Мы все знаем о наших ограничениях разного рода. В первую очередь, чувственных. Диапазон слуха, зрения, осязания, но также и в мышлении. Я вернусь к этому позже в связи с моим любимым философом Эммануилом Кантом, который со всей очевидностью сказал это всем. Развитый мозг позволяет наблюдать собственную деятельность. Это ключевой момент, потому что это метакогнитивная функция, функция, направленная на функцию. Но проникнуть в сущность некоторых процессов невозможно. Например, в случае ментальной грамматики или языковой деятельности, о которой я скажу позже. Далее разворачивается главная трагедия. Есть ли в мозге место для самости? А нужна ли нам эта информация? Нужна ли нам эта локализация? Уже несколько месяцев, если не лет, меня очень беспокоит этот вопрос. Зачем нам нужны эти адреса? Зачем мне знать, где в моем мозгу вилка, стакан? Дает ли это мне какую-то важную информацию? Нет, потому что корреляция не дает причинности. А именно она нам нужна. Нам не нужны адреса, очков и карандашей. Классическая наука – наука от третьего лица. В рамках этой науки мы – зрители. Есть парадокс, который замечательно сформулировал один из моих коллег и друзей, коллега Давида Дубровского, профессор Лекторский. В одной из книг он писал, что мозг находится в мире, а мир находится в мозгу. Что же нам делать с этим? Парадокс? Ни начала, ни конца. Опыт первого и третьего лица все еще представляет большую проблему. А квалия, если говорить об искусственном интеллекте, чужом сознании, можно ли передать им квалия? Есть ли для этого материальная или хотя бы какая-нибудь база? Можно ли куда-либо, в какой-либо форме передать опыт первого лица? И, конечно, профессор Александров говорил об этом. Познание отелеснина. Мы такие, как есть, потому что у нас такие тела. Если мы встретим существ, которые живут на нашей планете, но в океане, как общаться с ними? Я думаю, что между нами совершенно непреодолимая стена, через которую невозможно получить или передать информацию. Конечно, можно получить знания о физической природе, звуки, которые они издают в воде, но это ничего не дает для ответа на наши вопросы. Теперь несколько русских имен. Поразительный русский физиолог Алексей Ухтомский писал очень давно. Я уверена, что он ничего не знал о квантовой физике. Нет объекта без субъекта. Как нет субъекта без объекта. И следующая фраза близка к тому, что говорите вы, ваше святейшество. Мы не наблюдатели, а участники бытия. Наше поведение — труд. Природа наша — делаема. То есть мы не рождены чем-то окончательным, хорошим или плохим. Мы должны строить, конструировать, формировать себя. Поразительно, что это написал физиолог и что он написал это так давно. Два русских философа, Мамардашвили и Пятигорский, в разных работах, написанных ими совместно и по отдельности, говорили о том, что сознание и бытие формируют континуум, а мышление и бытие совпадают. Мамардашвили также много писал об антропном принципе. Идем дальше. Василий Розенов, известный русский философ, говорил, и это его сильно расстраивало, что пришел в мир, чтобы видеть, а не совершать, что всегда в мире был наблюдателем, а не участником. Отсюда такое томление. Позиция противоположная тому, о чем я уже говорила. Все эти философы обладали невероятным интеллектом, но у них также были эмоции, и, возможно, это добавляет ценности тому, что они писали. Бердяев, о котором уже говорил Юрий, писал, что бытие открывается через субъект, а не через объект. Опять та же самая мысль. Бытие открывается в человеке и через человека. Мы не знаем, есть ли бытие вне нас, как в случае с первым котом. Если мы присутствуем, бытие есть, если нет, то мы не знаем. Человек есть микрокосмос и микротеос. Владимир Зинченко, который намного моложе Бердяева, также говорил, внешний мир строится изнутри. Внешний мир строится изнутри. Ум и сознание. Уловимы ли они? Можно ли их обнаружить? Я была бы рада, если бы кто-нибудь сказал мне, вот они, мы их обнаружили, измерили, уловили, но никому это пока не удалось. Оказывалось, что это память, внимание, органы чувств, что угодно. Юрий Лотман, удивительный русский мыслитель, живший в Эстонии, писал, что только человек обладает способностью к рефлексии. Важный момент. Я считаю, что говоря о сознании, мы говорим в определенной степени о рефлексии, рефлективности. И только человек способен к самой рефлексии, что еще важнее. Этой мета-деятельности, дающей нам способность взглянуть на себя. Пропустим следующий слайд. Роджер Пенроуз, который, конечно, не русский ученый, но был в Москве и Санкт-Петербурге несколько лет назад и делал доклад на моем семинаре по когнитивистике. Замечательный доклад. И оказалось, что его бабушка была из России, о чем я и подумать не могла. Мы даже нашли дом, в котором она жила. И в нем сейчас находится консульство США. Итак, Роджер Пенроуз, физик и космолог, много лет назад занимался проблемой сознания. И в этой связи писал, что машина Тьюринга и алгоритмы не помогут нам его понять, потому что сознание алгоритмично лишь отчасти. По мнению Пенроуза, сознание или ум, я не знаю, какое слово выбрать, функционирует на квантовом уровне. Конечно, доказать это сложно. И никому это пока не удалось. Джеральду Эдельману, лауреату Нобелевской премии, которого уже упоминали здесь, принадлежит мысли о том, что организация нейронов мозга уникальна для каждого человека, потому что существуют разные возможности и структуры. Нейроны образуют группы, склонные к совместной работе и являющиеся базовыми операционными единицами. По Эдельману мы имеем дело с огромной сетью, включающей множество феноменов, в числе которых, что важно для нас, концепты. Можно ли найти концепты в нейронах или нейроглия, вы можете найти их, но речь будет снова идти о коррелятах. Нельзя уловить концепты в этой сети. Тем не менее, мы имеем дело с концептами карт, картами карт, чем занимается Константин. Конечно, мозг нельзя считать компьютером в привычном нам смысле. Это хорошая метафора, но всего лишь метафора. Если мозг — компьютер, то есть два вида компьютеров. Первый работает на алгоритмах, и мы более или менее понимаем, как это происходит. Мы можем построить суперкомпьютеры, никаких проблем. Но второй живет метафорами, аналогиями, квалия, невычислимым, не структурированным. Абсолютно иной принцип. Кант во многих своих работах, особенно в двух упомянутых на слайде, говорит страшную вещь. Он говорит, мы не извлекаем законы природы из природы, но предписываем законы природе, потому что так устроен наш мозг. Он не говорил о мозге буквально, но так нужно его понимать. все началось очень давно. Свидетельство этому — задача Молине, которую Локк излагает в работе 1692 года. Она касается спора между империстами и рационалистами. Не буду читать, чтобы сэкономить время. Споры продолжаются, и, я думаю, никогда не закончатся. Сегодня мы можем добавить к этому, что в мозге есть межсенсорные связи, и это шаг к решению проблемы. Конечно, речь не о врожденных связях, а о том, что создает среда и прочие факторы. Перейдем к теме коммуникации. Чтобы общаться, нам нужно нечто стабильное. Нужно знать, что стол — это стол, а не сейчас стол, а через пять минут стакан, а еще позже лошадь. Так никогда не получится нормального общения. Но мир не стабилен. Мы стабилизируем его, в частности, при помощи слов. Они — наши инструменты для этого. Перейдем к русским физиологам. Некоторые портреты уже показывали сегодня. Это Сеченов и Павлов. Они классики. Я люблю Сеченова намного больше Павлова, что, конечно, мое дело. Но перейдем к следующему портрету. Это Леон Арбели, основатель эволюционной физиологии, ученик Павлова. Он вел очень серьезные споры с учителем. Например, Павлов, которому была чужда романтика, в 1914 году писал, что полностью исключает какие-либо упоминания о субъективных состояниях в своих исследованиях мозговой деятельности. Только рефлексы. Я толкну, и ты упадешь. И я измерю активность твоего мозга. Зачем это? Леон Арбели придерживался противоположной точки зрения. Он настаивал на том, что обязательно надо заниматься этими сложными, неоднозначными, опасными феноменами. Опять же, у меня нет времени на комментарии. Важно здесь отметить противостояние монизма Павлова и дуализма Шерингтона. Перейдем к другим мыслителям. Двое из них уже упоминались, дед профессора Анохина и учитель профессора Александрова. Третий Хебб, британский невролог, исследовавший примерно ту же парадигму. Насколько мне известно, Анохин описал эти феномены раньше Дональда Хебба. Но Дональд Хебб просто не знал об этом. Алексей Леонтьев, замечательный русский психолог, он развивал психологию активности, не реакции, опять та же линия личного отношения. Владимир Бехтерев, которого здесь уже тоже представляли, споривший с Павловым, они были почти врагами. Бехтерев выступил однажды с докладом в Казанском университете. Тема доклада на слайде. И в докладе он говорил о бессознательном за три года до Зигмунда Фрейда. Это опять же о незамеченной информации. Об этом десятилетия никто не знал, а если и знал, то не осознал. Сеченов написал фантастические слова, которые я случайно нашла. Книга свалилась на меня с полки и открылась на нужной странице. И я прочла, что для мозга не имеет значения, происходит ли событие в реальности или их поображают. Как это могло быть? Он не мог об этом знать? Сегодня мы знаем, что томография галлюцинирующего человека покажет нам, что он как бы действительно обрабатывает визуальную и акустическую информацию. Но Сеченов 150 лет назад не мог иметь об этом ни малейшего понятия. Как у него могла появиться такая мысль? Теперь о языке. Хомский. Я восхищена его удивительным умом, но я в другом лагере. Он утверждает, что язык плох для коммуникации. Он неподходящий инструмент для коммуникации, потому что язык неоднозначен. Вы никогда не знаете, что произносится, даже в отношении своих собственных слов. Но я вернусь к этому позже. Язык — инструмент мышления, таково мнение Хомского. И несколько цитат на эту тему. Умберто Эко говорил, что язык обладает огромным могуществом. В языке осуществляется самораскрытие бытия. И не в тривиальном смысле, что говорящие на финском обладают ментальностью, отличной от ментальности говорящих на русском или хинди или любом другом языке. Это очевидно. Но я говорю не об этом. Конкретный язык в целом формирует нас самих. Мамардашвили говорил, сознание — это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть. Очень мудрая мысль. Он также говорил о неизбежности мысли. Человек приговорен мыслить. Это антологическое свойство людей. Люди — это те, кто думает. Я не говорю о том, что никто, кроме людей, не думает. Я просто этого не знаю. Но очевидно, что мы не можем не думать. Это невозможно. Он также пишет, что мы подвешены в языке. Не потому, что мы общаемся, а потому, что мы думаем в этой парадигме. Густав Шпетт, которого, я полагаю, практически никто не знает за пределами России, писал, «Слова — не свивальники мысли, а ее плоть. Мысль рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого, мало мысль, зачинается в слове». Это означает, что слова не нейтральны. Надо быть осторожным с выбором слов. Они агрессивны в метафорическом смысле. Важно, как вы формулируете мысль. Михаил Бахтин Событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов. Если бы у меня было время, я бы прокомментировала это высказывание, потому что это касается вопроса, заданного вами ваше святейшество на обеде. Это касается идеи двуполушарного мозга. Основная мысль, которая была так популярна тогда и оставалась популярной до недавнего времени, мысль о диалоге внутри общества, между двумя людьми и внутри мозга. Потому что, когда мы думаем, мы пользуемся по крайней мере двумя противоречащими версиями или логиками. Павел Флоренский, который был религиозным деятелем и к тому же великим мыслителем и, между прочим, инженером по образованию, писал, что слово есть сама реальность, познающий субъект и познаваемый объект. Познание человека следует за развитием его анатомии или нет? Это вопрос. Подобный вопрос о курице и яйце, что было первым. Я хочу представить еще одного человека. это профессор Виктор Бунак, считающийся основателем русской антропологии и прапрадед моего сына. Не моя кровь, но в некотором смысле родственник. Он был профессором МГУ и написал множество ставших классикой работ, одна из которых «Род Хома», его возникновение и последующая эволюция. «Пропущу все, что связано с генетикой и перейду к вопросам языка. Все языки мира, а в мире существуют от 6 до 7 тысяч языков на планете, в зависимости от того, как считать. Так вот, несмотря на огромные различия между ними, они все обладают общими характеристиками. Фонология, рекурсия в синтаксисе, универсальные, возможно, врожденные характеристики. По крайней мере, школа Хомского и другие структуралисты говорят, что у языков есть эти врожденные, имеющие генетическую основу характеристики. Врождены не языковые средства конкретных языков. Это было бы абсурдно. Но некоторые самые базовые характеристики, имеющие значение для всех. это очень сложный код. Что еще более ужасно, то, что он неоднозначен, он постоянно меняется, но в реальном времени нам необходимо анализировать все уровни языка сразу. фонология, морфология, синтаксис, не говоря уже о прагматике или семантике. Языки эволюционируют. Они меняются с течением веков, даже лет. Существуют законы их изменения. И есть области лингвистики, например, индоевропеистика, как наиболее развитая в этом отношении, которые исследуют эти законы. Они объясняют, как происходят такие изменения. И они могут проследить эти изменения от их истоков, узнать, каковы были первые языки, первые звуки и тому подобное. Сегодня существует направление биолингвистика, которое пытается найти универсальные характеристики эволюции биологических систем и языков. Внизу слайда красным отмечены термины биолингвистики. И это биологические термины педоморфизм, неотения, рекапитуляция, гибридизация, моно- и полигенез и так далее. Это очень интересная и хорошо разработанная сфера исследований. В ней же сформулированы некоторые принципы. Например, Гевон, выдающийся лингвист, назвал шесть принципов общих для языковой и биологической эволюции. Известный российский физиолог и биохимик академик Наточин и я написали на эту тему несколько статей, в одной из которых от происхождения жизни к эволюции организмов и информационных систем мы пытаемся найти принципы, относящиеся ко всем этим системам. Назад к диалогу. Лев Выгодский говорил о перерастании диалога между разными людьми в диалог внутри одного мозга. Лурия подчеркивал то же, о чем сегодня рассказывал профессор Александров, а именно гетерогенность мышления в его историческом и онтогенетическом аспектах. Мышление это не только Аристотель. Мышление это нечто иное. Нас просто научили мыслить как Аристотель и Декарт. Научили и точка. И пауза. Владимир Библер, философ, говорил, что процесс внутреннего диалога это столкновение радикально различных логик мышления. Думаю, каждый из нас сталкивается с этим каждый день. Снова Лотман. Он говорил о параллелях между строением мозга и культурой, указывая на то, что как минимум биполярность, не говоря уже о мультиполярности, необходима для интеллектуальных прорывов. А что математика? Математика объективна, или это язык мозга? Ведь Галилей говорил, что книга природы написана на языке математики. Чтобы исследовать природу, нужно обладать знанием математики. Но математика состоит из априорных синтетических знаний. Откуда происходит эта априорность? Очень важный вопрос. Если мы познаем истоки математики, мы, вероятно, познаем истоки любого абстрактного знания, которое мы получаем не из опыта. Все, что мы получаем из опыта, можно понять. Пусть это и потребует определенных усилий, но априорное знание, откуда оно берется? Борис Раушенбах, известный академик, математик, человек, который даже участвовал в создании топлива для космических ракет. В последние годы жизни его критиковали за идею, что математика доказывает невозможность описания полной картины мира. Математик говорит, что истинная картина мозга — картина разума. То, что у нас в мозгу, и есть истинная картина. Я возвращаюсь к началу. Картина мира в нашем мозгу, но мозг — часть мира. Что с этим делать? А время? Это измерение? Физическое событие? Или функция мозга? Течет ли оно все еще как река в одном направлении с той же скоростью? Непрерывно? Так ли это? Нет, это не так, поскольку у нас есть множество доказательств обратного. Химические вещества могут менять восприятие времени. Маниакальные или депрессивные состояния меняют его и так далее. Где же время? В мозгу? И размышления о природе времени начались не пять лет назад. Августин Блаженный много написал об этом. Он писал, что мы, возможно, все время живем в настоящем. Но где оно? Одни из моих любимых книг об Алисе в стране чудес и в зазеркалье. королева говорит Алисе, что варенье всегда на завтра, но завтра не наступает никогда, потому что на следующий день завтра это уже сегодня. И Алиса смущена, она спрашивает, где варенье, но получает в ответ варенье на завтра. Языки крайне внимательны ко времени. Конечно, у меня не так много времени, чтобы рассказать об этом подробно. Но в различных языках существуют различные способы структурирования времени. Кое-что можно увидеть на слайде. Существует не одно языковое выражение прошедшего времени, но огромное множество прошедших времен в зависимости от того, какой отрезок прошлого выбрать. Я приближаюсь к концу доклада. Хочу вспомнить еще одного человека. В каком-то смысле он связан с Индией. Николай Козырев был известным астрономом и экспериментальным физиком. Он открыл вулканизм на Луне, атмосферу Меркурия, сделал много других открытий, но затем он стал буквально одержим идеей времени и разработал причинную или асимметричную механику, учитывающую физические свойства времени. он написал на эту тему несколько работ. Конечно, он подвергся нападкам со стороны астрономов и космологов, но это ни о чем не говорит, время покажет. «Две работы» вышли в английском переводе. «Согласно Козыреву, свечение звезд едва ли объяснимо в рамках законов обычной термодинамики». Если сказать простыми словами, он не говорил этого, но я попытаюсь. «Звезды питаются временем». Его идея заключалась в том, что время можно исследовать как физическое событие. На слайде можно видеть его работы, и он ссылается на замечательного лауреата Нобелевской премии Индуса, который также встретился с неприятием своих идей основной массой научного сообщества. На слайде его портрет. Он также разработал странную теорию предела, названного его именем, которая не была принята представителями традиционной физики. Судьба его была схожа с судьбой Козырева. На следующем слайде мы видим Пенроуза, изучающего знаменитую диаграмму Чандрасикара. И последнее. Об искусстве и метафорическом мышлении. Людвиг Витгенштейн, который, разумеется, не русский, но повлиял на множество областей гуманитарных исследований, в том числе в России. Переформулируя Канта и других, я бы хотела задать несколько интересных вопросов. Представим себе, что люди исчезли с лица земли. Представим, что мы продолжим вести себя так же, как и сейчас и никого не станет. Останется только Трамп. Будет ли существовать музыка, математика? Я не говорю о бумаге, на которой написаны формулы или партитуры. Нет. Будут ли математика и музыка существовать без слушателя и мыслителя? Мой ответ нет. Ничего не будет. Витгенштейн использовал прекрасную метафору, говоря о текстах, о лингвистике, описывающей тексты. Это метафора ковра. Каждый читатель вытягивает из него свою нить. объект находится в фундаментальной зависимости от наблюдателя. Если есть книга-пьес Шекспира, но некому ее прочесть, то эта книга — физический объект, а не книга-пьес. Если звучит Моцарт, но нет ушей, и если быть более точными, мозга, потому что не ухо слышит, а мозг, безвосприятие это всего лишь колебания воздуха, звуковые волны, не музыка. Мы играем важнейшую роль, мы, действующие лица, участники бытия, как сказал Ухтамский. Ухтамский это крайне важный момент. Еще один лауреат Нобелевской премии, которого я хочу вспомнить из России, и я даже встречалась с ним, это Иосиф Бродский. Он не только замечательный поэт-неоклассик, невероятный поэт, но и мыслитель. Он пишет, поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но скорее наша видовая цель. Если то, что отличает нас от остального животного царства, речь, то поэзия высшая форма речи, наше, так сказать, генетическое отличие от зверей. Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения. Это колоссальный ускоритель сознания и для пишущего, и для читающего. Вы обнаруживаете связи и зависимости о существовании, которых и не подозревали. Данные в языке, в речи, это уникальный инструмент познания. Поэтому Декарт и Аристотель по крайней мере не единственные участники развития познания. Ведь стихотворения, а точнее сам язык, говорят тебе «будь как я». И об эволюции. В чем цель эволюции? Цель эволюции не естественный отбор. Ее нельзя описать формулами типа «выживает победитель» или «выживает пораженец». «Если бы была справедлива первая из них, нам пришлось бы принять за образец Арнольда Шварценеггера и ему подобных. Если бы была верна вторая, нам пришлось бы удовлетвориться Вуди Алленом, проблема эволюции гораздо глубже, чем мы думали». Последний слайд. Поэзия говорит человеку, что душе его предстоит еще долгий путь. Во время чтения становишься тем, что ты читаешь. Становишься состоянием языка, которое именуется стихотворением и его прозрение или откровение оказываются твоими. Они остаются твоими и когда ты закрываешь книжку, поскольку нельзя вернуться назад туда, где у тебя их еще не было. В этом и заключается суть эволюции. Суть эволюции не в Шварценеггерах и Вуди Алленах, а в творении себя как личности. Спасибо за терпение. на слайде замороженные цветы. Я думаю, это дает нам надежду, потому что лед растает. Спасибо. Спасибо. Я сейчас ухожу. Спасибо. Очень интересный доклад. Вы говорили о взаимозависимой природе вещей. Если есть это, то будет то. вы говорили о том, что наблюдаемый объект существует, поскольку существует наблюдатель. Наблюдаемый объект и наблюдатель зависят друг от друга. если погрузиться глубже в природу вещей, то вы обнаружите, как говорилось в сутре сердца, что нет глаза, уха, носа и так далее. Да, я намекала на это. Я не специалист в буддизме, конечно, но я кое-что читала. В своем докладе вы также ясно показали, что вещи существуют лишь на уровне обозначений. Вы упоминали одного русского за другим, а я могу привести столько же индийцев. Но я ссылалась и на одного индийца. Вот уже более трех тысяч лет мыслители серьезно занимаются этим вопросом. И существует множество разных объяснений. Есть объяснение, которым я хотел бы поделиться с вами. Вольф Зингер, немец. На нашей встрече нарисовал человеческий мозг. мозг мозга. Он человеческий мозг. А затем сказал, что в нем нет центрального органа управления. Все части мозга взаимосвязаны, работают вместе как сеть. Он упомянул, что буддийское понятие бессамостности как нельзя лучше вписывается в это представление. Никакого центрального органа управления. Спасибо. Мне очень понравился ваш доклад. замечательно. Согласно моему режиму, я ложусь спать около шести вечера. Я просыпаюсь в три утра, не позже половины четвертого, для медитации. Пришло время отдыха. Спасибо. Спокойной ночи. До встречи завтра. субтитры. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...